МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине. Время подводить итоги дня. В студии Александр Васильченко. Сегодня в выпуске. Из пушек по жилым кварталам. Боевики снова обстреляли Луганское и Зайцево. Есть пострадавшие. Поднять паруса. В Украине открыли сезон навигации для лодок и катеров. Где можно плавать? Прощай, грипп. Миллиардер Билл Гейтс даст деньги на универсальную вакцину. Какая цена вопроса? По жилым домам из тяжелой артиллерии. Боевики на Донбассе, не стесняясь, бьют по-гражданским. Минувшей ночью из минометов запрещенного 120-го калибра обстреляли жилой сектор Луганского. А утром уже дошло до пушек 122-го и даже 152-го калибра. На этот раз досталось поселку Зайцево под Горловкой. Есть попадания в жилые дома. По меньшей мере один человек ранен. Практически по всей линии соприкосновения сейчас идут активные бои. На Приморском участке фронта побывал Игорь Левенок. Выстрелы снайперов и пулеметные очереди. Поселок Водяное нас встречает стрельбой из пехотного оружия. Это одно из самых опасных мест на Приморском участке фронта. Перестрелки с противником здесь скорее правило, чем исключение. Работает артиллерия и бронетехника боевиков. Наши морпехи сообщают, идут полномасштабные боевые действия. Ствольно работало пару дней назад. Хорошо работало. 120-й миномет у них не притыхает. Все постоянно по наших позициях. А в само село залетает? Да, да, да. Пару дней назад стволка залетала в село. 120-й миномет, 82-й миномет. Там местным разбило дом. Военные фиксируют, враг значительно увеличил количество огневых атак. Морпехи противостоят противнику. Бывает, что бои с применением минометов и бронемашин пехоты длятся по 5-6 часов. Всегда ночью, но все чаще бывает и днем. Прогноз подтвердился. Окупанты ударили по соседней позиции. Пока вражеский миномет бьет по соседней позиции, это привлекло внимание снайпера. Время от времени он стреляет во все, что движется. Ребята уверяют, они воевать научились. У многих за плечами боевой опыт 14-го и 15-го годов. К окопам им не привыкать. Уверяют, боекомплекта и амуниции хватает. Не только для обороны, но и для наступления. А вот резкое повышение температуры сказалось. Увеличилось потребление питьевой воды. А норма пока что нет. Жара действительно поднимается, тебе тепло. Днем працевым, конечно, расход воды увеличивается. И набагато увеличивается. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. В Харькове задержали нападавших на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Ивашенко с позывным ИВИЧ. Об этом сообщает ряд СМИ. По их данным, операцию по задержанию злоумышленников проводили сотрудники СБУ. А главный мотив преступления, цитирую якобы, желание наказать бандеровца. При обыске у одного из нападавших нашли паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукевича. Сейчас полиция проверяет, были ли у них, были ли у нападения заказчики. Напомню, 2 мая в центре столицы группа молодых людей напала на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Ивашенко. Ранили киборга ножом и распылили слезоточивый газ. После чего злоумышленники скрылись. Информацию о задержании нападавших в СБУ пока не комментируют. А вот в Харьковской полиции подтвердили подозреваемые взяты под стражу. И сегодня же в Харькове группа радикалов в Балаклавах повалила бюст маршала Жукова. Ответственность за это взяла на себя организация Фрайкар. А на своей странице в Фейсбуке разместила фото поверженного бюста. В местной полиции инцидент комментировать отказались. Но известно, что уголовное производство не открывали, поскольку нет заявления о произошедшем. Сейчас памятник маршалу уже восстановлен. Народный депутат Мустафа Наем просит предоставить ему государственную охрану. Нардеп говорит, что получил электронные письма с угрозами в свой адрес, а также в адрес родственников и коллег по парламенту. Сейчас эти письма изучают правоохранители. Напомню, 30 апреля в результате дорожного конфликта Наем получил перелом челюсти и сотрясение мозга. Троих нападавших задержали на месте. Еще одного Магомеда Аминсаитова в Азербайджане, куда он сбежал. Там готовятся к экстрадиции. От кого именно Наем получил письма с угрозами, депутат пока говорить не стал. Мы обратились в национальную полицию с заявлением о преступлениях, об угрозах, и попросили обеспечить охрану этих письмах. Угрозы касаются именно этого инцидента. Эти организации, от которых надеялись угрозы, я бы не хотел их называть, поскольку это может спровоцировать или вызвать какую-то конкретную реакцию по отношению к этим организациям. Сейчас эти письма находятся в полиции, и мы проверяем на достоверность обратных адресов. Если мы подтвердим, что это именно эти люди прислали угрозы, наши действия будут другими. По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в Афганистане. Еще больше трех десятков ранены. Теракт произошел в провинции Хост. Взрывчатку заложили в мечети, которая также использовалась как центр регистрации избирателей. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность. За последний месяц это уже седьмая атака на учреждения, которые участвуют в организации выборов в парламенте. Они состоятся осенью этого года. К сожалению, в городе Хост произошел сильнейший взрыв. Больше десяти человек погибли. В больнице доставили около 30 раненых. Среди жертв есть женщины и дети. Турция пригрозила США ответными мерами, если Вашингтон введет против нее санкции. Ранее американский госсекретарь Марк Помпео заявил, Соединенные Штаты прекратят поставку истребителей Турции, если та закупит российские ракетные системы С-400. С таким предложением выступили и несколько конгрессменов, ведь такое вооружение несовместимо с системами обороны НАТО. В ответ глава турецкого МИДа назвал инициативу нелогичной и добавил, что США не вправе указывать Анкаре, где покупать оружие. Да будет свет! В Харьковской области стартовал масштабный проект по освещению сел. Первые лампы уже зажглись в Коломаке. Уличное освещение по всему району установили всего за неделю. Продолжение в сюжете. Электрики в селе Шелестово с гордостью демонстрируют новую подстанцию с пультом управления. Здесь освещение появилось на трех улицах, в том числе на территории местной школы. Дети, это наше будущее. И в вечере они гуляют, и молодь. И когда светлый, и родителям спокойнее. Меньше бруду высыпают, меньше. Доброе, очень доброе. Больше всего рады мальчишки. Теперь футбольное поле освещено, и гонять с мячом можно хоть до утра. Мы раньше не могли очень долго играть в футболе, потому что очень быстро темношало. Но теперь нам сделали светло, и мы теперь играем очень поздно в футболе. А раньше мы так делать не могли. Свет будет гореть с девяти вечера и до рассвета. Включаться и выключаться автоматически. Тут остается светодиод. Только потемнело, оно выключило. Только свет, только началось оттой, светать, выключило. Председатель объединенной территориальной громады говорит, раньше было не до света. Теперь коломок практически весь в огнях. У нас на данный момент все великие села практически освещены. Ну, там, где много людей. У нас остались или дальние села, или там, где мало людей проживает. Тянули кабель к столбам, устанавливали лампы и автоматику на подстанциях за счет областного бюджета. Платить за электроэнергию будет громада. Но расходы существенно не вырастут, уверяют электрики. Лампы – энергосберегающие. Это, скажем, последние технологии, светодиодные светильники. Мощность светильника всего лишь 60 ватт. Это аналог лампы ДРЛ-250 ватт. Скажем, экономию можно посчитать сразу. Это более чем в 4 раза. Экономия производится не только за счет аналогов между лампой и светодиодами, а еще за счет того, что эти светильники будут автоматически включаться и выключаться в определенное заданное время. Подготовительные проектные работы для установки новых точек освещения введут во всех районах Харьковской области. Это будем смотреть, какие районы уже освоили, каким районам нужно докласти больше финансирования, чтобы они какомога больше светильника сделали в себе на территории. А также будем смотреть, какие можно будет улицы на наступные годы запровадить в план, чтобы какомога больше людей увидели свои улицы в светильном виде. Это они рассчитывали десятилетиями. Поэтому мы делаем эту работу, чтобы наши люди жили в комфорте. Следующие на очереди Харьковские и Нововодолажские районы. Осветить всю Харьковскую область планируют за три года. Олег Ермаков, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Поплыли. В Украине открылся сезон навигации для маломерных судов. Лодкам и катерам можно выходить на воду. Для этого их владельцы должны заранее оформить необходимые документы. Соблюдать правила и ограничения. Но так ли это на практике? Вместе с водным патрулем проверял наш корреспондент Станислав Кухарчук. Светлана Шикера, Александр Яновский. Собственно, как и у самого владельца. У меня есть про то, что я прошел курс судового действия, но комиссия обещает, что будет в конце травм. Соответственно, вы должны быть на воде чиню? Все, что это. Скажите, я очень люблю это место, это Днепро. А вы знали, как я люблю? Так, ну, я готов заплатить штраф. Уже второй год в Украине действуют жесткие правила передвижения на лодках и катерах. Но большинство владельцев до сих пор не оформили все необходимые документы. Регистрацию, техталоны и права на вождение. Несмотря на это, рассказывают полицейские проверок, не особо боятся. Ведь ужесточились только правила, а не ответственность за нарушения. Судоходство по Днепру хоть и открылось, но есть ограничения еще на целый месяц до завершения нереста. Пока лодкам можно ходить только вдоль фарватера. Да и рыбачить с них категорически запрещено. Этим отдыхающим законы не писаны. Мало того, что ловили рыбу, так еще и браконьерскими снастями. Блеснами для багрения. Штрафов не боятся. Коженый риф был. Это ловим, там выписали, выписали, там 75 гривен. Это нормально, да? Так что же не ловим? Это же дефицитный день, праздник для людей. Но праздник у браконьеров скоро закончится. Полиция выслеживает их и с воды, и с воздуха. В этом году поддержку черкасского патруля обеспечивают беспилотники. А в ближайшие дни вместе со столичным департаментом полиции проведут масштабную операцию по поимке браконьеров. Детали пока сохраняют в секрете. Обязательно эту площадку должны быть подготовлены, потому что взлет будет ночью. С наступлением сумерек под контроль берут и побережье. На пути к природным нерестилищам досматривают весь без исключения транспорт. В некоторые места проезд и вовсе запрещен. Такой режим будет действовать до 10 июня, когда официально закончится период нереста. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Шикарно жить не запретишь, а иногда можно и помочь. За минувший отопительный сезон украинцы с высоким уровнем дохода оформили миллион жилищных субсидий. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По данным ведомства, помощью от государства воспользовались свыше 20 тысяч домохозяйств. Площадью в 200 квадратных метров и больше. Кроме того, субсидии получили люди, имеющие теневой доход. Годовая прибыль их в декларации равна нулю. По мнению министра, подобные случаи недопустимы, поскольку помощь таким нуждающимся выделяют из денег налогоплательщиков. Против экономической политики президента Макрона во Франции протестовали тысячи людей. Митинговали в Париже, Тулузе, Страсбурге и Бардон. Столицы протеста переросли в столкновения с полицией. По меньшей мере, 8 активистов задержали. Митингующие требуют отставки главы государства. В демонстрации организовала партия «Неподчинившаяся Франция». Акции приурочили к годовщине пребывания Макрона на посту президента. Лично я не голосовала за его программу, потому что она явно в интересах богачей. Поэтому мы все здесь, чтобы отстаивать свои права. Я пришел сюда, потому что надеюсь, что это все перерастет в нечто большее. Протестуют не только профсоюзы, это всеобщее недовольство президентом. Беглого экс-лидера Каталонии Карлоса Пучдемона могут вновь избрать главой региона. Так уверяют его соратники из партии «Вместе за Каталонию». Решение об этом приняли сразу после встречи руководства полицилы в Берлине, на которой присутствовал и сам Пучдемон. Голосование в местном парламенте должно состояться 14 мая. Ранее кандидатуру политика отклоняли 4 раза. Мы хотим сказать, что Карлос Пучдемон законный президент Каталонии, за которого проголосовали на выборах еще 21 декабря. Наша основная задача вновь выдвинуть кандидатуру Пучдемона на местных выборах, которые пройдут уже 14 мая 2018 года и вернуть его президентство. Землетрясение на шахте в Польше унесло жизни двух горняков. Еще троих ищут спасатели. Пока они числятся пропавшими без вести, шахтеры могут быть заблокированы на глубине до 1 км под землей. В поисковой операции участвуют 250 человек. Горняки бурили тоннель, когда произошли подземные толчки. Несколько шахтеров выбрались из-под завалов самостоятельно. Еще двоим помогли подняться на поверхность. Угрозы их жизни нет. Сейчас спасатели собираются использовать более сложное оборудование. Будут пытаться добраться до места, где, как мы предполагаем, заблокирован один из шахтеров. По нашей информации, спасательная операция может затянуться на 4-5 часов. Эхо дизельного скандала. Соединенные Штаты выдали ордер на арест бывшего главы компании Volkswagen. В чем его обвиняют? И готова ли Германия отдать топ-менеджера? Татьяна Лагунова подробнее. Есть у дизельного скандала начало, нет у дизельного скандала конца. Соединенные Штаты намерены привлечь к уголовной ответственности бывшего руководителя концерна Volkswagen. Суд Детройта уже выдал ордер на арест Мартина Винтеркорна. Американские следователи считают, что бывший руководитель компании знал о манипуляциях с программным обеспечением. Но молчал. Скандал, который стал поводом для расследования, разгорелся еще три года назад. Тогда американское агентство по охране окружающей среды опубликовало сенсационное исследование. Эксперты утверждали, на дизельных автомобилях концерна стоит хитрое программное обеспечение, которое позволяет обходить экологические стандарты. Иными словами, по документам машина чистая, а на самом деле выбрасывает в воздух в десятки раз больше вредных веществ, чем допустимо. Потом скандал перекинулся в Европу, здесь тоже нашли миллионы таких машин, и концерну пришлось признать манипуляции. В итоге Дизельгейт обошелся концерну в миллиарды евро и поставил жирное пятно на его репутации. В отставку ушли топ-менеджеры компании, в том числе и Винтеркорн. Он уверял о манипуляциях, даже не догадывался. Американская юстиция же пытается доказать обратное. И, как сообщают СМИ, у юристов есть доказательства. Арест Винтеркорну, впрочем, не грозит. Сейчас он находится в Германии, которая не выдает своих граждан Соединенным Штатам. А вот угроза банкротства вполне реальна. Концерн уже заявил, если будет доказано, что бывший руководитель знал о манипуляциях. С него можно и нужно взыскать денежную компенсацию. Уже называют и сумму 100 миллионов евро. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Грипповать больше не будем. Один из самых богатых людей мира, Билл Гейтс, всю эту неделю принимает заявки от ученых. Готов профинансировать создание универсальной вакцины от гриппа. Насколько это реально, выяснил Дмитрий Анопченко. Эта новость всполошила научный мир. Основатель Майкософт Билл Гейтс готов выделять различным исследователям от 250 тысяч до 2 миллионов на пилотные проекты. А когда увидит первые результаты, даст еще 10 миллионов долларов тому, кто подобрался к решению ближе всего. Казалось бы, это ведь не спид и не рак, просто банальный грипп, чего с ним бороться. Но статистика удручающая. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год грипп забирает полмиллиона жизней. И есть цифры по Америке. 300 миллионов страна тратит на госпитализацию, полтора миллиарда на вакцины. Ну а в целом, с учетом больничных, гриппа входит со Соединенным Штатом в 18 миллиардов ежегодно. Но Гейтс огласил куда более страшные прогнозы. Дело не в убытках. Миллиардер располагает данными о том, что в ближайшие десятилетия мир может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. И если не начинать действовать уже сейчас, человечество может оказаться неспособным справиться с этим вызовом. Настолько он серьезный. Каждый год перед эпидемией гриппа врачи предлагают нам сделать прививку. Сами же прекрасно понимая, это не всегда эффективно. Ведь атакуют разные типы вируса, а то и несколько. Билл Гейтс за свои миллионы теперь просит ученых разработать универсальную вакцину. Что называется, на все случаи жизни. Он и в бизнесе действовал нестандартно. И тут требует оригинальных решений. Один препарат должен решить проблему и сезонных эпидемий, и пандемии, которой Гейтс так опасается. Сейчас вакцины разрабатывают каждый год, а миллиардер ставит задачу найти лекарство, которое не придется снимать с прилавков, если вирус вдруг мутировал. На кону миллионы долларов. Так что ведущие ученые уже готовят заявки, на ходу меняя приоритеты и планы своих лабораторий. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Запретить тестировать косметику на животных во всем мире призвал Европарламент. И проголосовал за соответствующую резолюцию. Каким образом депутаты будут добиваться подобного запрета от стран, не входящих в ЕС, знает Елена Абрамович. Больше никаких подопытных кроликов, крыс и мартышек. Запрет тестировать косметику на животных действует в Евросоюзе уже пять лет. И это никоим образом не повлияло на заработки производителей. Так что пора бы уже приучить весь мир не мучить зверюшек. Решили евродепутаты и проголосовали за резолюцию. К сожалению, 80% стран в мире до сих пор тестируют косметику на животных. Надеюсь, эта жестокая и бесчеловечная практика будет полностью устранена к 2023 году. Рынок косметических товаров в Европе является крупнейшим в мире и обеспечивает в настоящее время около двух миллионов рабочих мест. И у нас есть рычаги влияния. Один из способов, который предложили в Европарламенте, оговаривать такое условие во время всех торговых переговоров. В Еврокомиссии подтвердили, это не нарушает торговых соглашений. Первая страна, с которой нужно поработать – Китай. Там производство косметики – одна из ведущих индустрий. А тестирование на животных – обязательно. С юридической стороны третьи страны имеют право регулировать свои рынки по своему усмотрению. Мы же должны говорить о принятии обязательных условий для производителей из третьих стран, которые хотят разместить свою косметику на рынке ЕС. Во время дискуссии никто из евродепутатов не высказался против инициативы. За резолюцию проголосовало большинство. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Гонка для смелых. Во Львовской области несколько десятков смельчаков собрались, чтобы посоревноваться за Кубок Украины по ралли. Что такое скорость, испытал наш львовский корреспондент Галина Якушко. На первый взгляд это обычные автомобили. На самом же деле это настоящие болиды. В них заменили практически все. От кресел до моторов. Гонки проходят в центре Трусковца. Посоревноваться в ловкости и скорости прибыли 33 экипажа. Гонщики уверены, финишируют первыми. Техника должна быть чудовая. И залагодена команда экипажа, и механики хорошие, и удача, и все. Тут нет одного фактора перемоги. Не стоит ехать, если не хочешь быть первым. Здесь гонщики не только из Украины, но и из Польши, Литвы и Германии. Объезжаюсь на польских таможенников, потому что как-то они очень странно на все это смотрели. Как бы везу машину на продажу. Экипаж болида состоит из двух участников. Пилота и штурмана у каждого свое задание. Кот довинчивый, почивая. Лево два, направо восемь. Сейчас у штурмана мы спросим, почему так много сосен в лево два, направо восемь. А это самый старый автомобиль, который выигрывал гонки. Ему почти 30 лет. Отправлять на пенсию его не собираются. Вам не называют хипотики. Моя старушка, чья-то называют? Нет, это ласточка, это не старушка. А чего ласточка? Ну, потому что она до сих пор жива и неплохо выглядит. Она очень быстро выстреливает. Прямо так, пиу, с места. Чтобы победить, экипаж должен преодолеть два круга по узким улочкам города, выполняя сложные маневры. Показывают свой пилотаж на коротком отрезке участка специальной отделки. Тут передбачена водовочная бочка, ретардеры. То, что спортсмен может показать для глядача. Бочка – это упрощенная такая назвка. То, что разворот на 360 градусов автомобиля. Гонки в центре Трусковца – всего один из этапов нынешних соревнований. Участникам еще предстоят испытания на выносливость на горных трассах. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности – телеканал «Интер» Львовская область. Что будет выпускать новый завод Илона Маска? Какая тема станет главной на Каннском кинофестивале? И чем британская королевская семья растрогала весь Фейсбук? Об этом и не только в нашем обзоре. Илон Маск планирует запустить собственную фабрику по производству конфет. Об этом генеральный директор компании Тесла сообщил на своей странице в Твиттере. Маск заверил, его намерения серьезны и добавил, что проект по изготовлению конфет будет просто потрясающим. Бизнесмен также поинтересовался у своих подписчиков, с какими вкусами они бы хотели покупать сладости, изготовленные на будущей фабрике. Любовь на первом месте. Каннский кинофестиваль готовится принимать гостей и уже вывесил на стендах огромный постер с поцелуем влюбленной пары. По словам директора мероприятия Тьери Фермо, таким образом организаторы хотят поставить в центр внимания тему искренней любви. Сам снимок это кадр из фильма «Пьерот Зе Мэдмен» французского режиссера Жанна Люка Гаддара, который в этом году намерен посетить кинофестиваль и представить новый фильм «Зе имидж Бук». Британская королевская семья показала трогательные снимки новорожденного принца Луи. Фотографии сына Уильяма и Кейт Миддлтон опубликовал Кенсингтонский дворец. Снимки сделала сама герцогиня Кембриджская. На одном из кадров спящего Луи держит на руках его трехлетняя сестра Шарлотта. Принц появился на свет 23 апреля и в этот же день Кейт Миддлтон показала малыша всему миру. В Лиссабоне стартует открытие Евровидения 2018. Торжественная церемония песенного конкурса пройдет в музее искусств и архитектуры. Португалия впервые принимает у себя гостей из 43 стран. Конкурс пройдет на большой арене в парке наций. Все конкурсанты уже прибыли в столицу Португалии и готовятся к выступлению в полуфиналах, которые состоятся 8 и 10 мая. Украину в этом году представит Мэловин с песней Андер Вилэда. В Бразилии десятки тысяч людей вышли на марш за легализацию марихуаны. Протестующие прошлись главными улицами Рио-де-Жанейро. Они просят власти разрешить использование психоактивного вещества в медикаментозных и рекреационных целях. В настоящее время в стране полностью запрещено использование каннабиса и других наркотических веществ. На Гавайях продолжается извергаться один из самых активных вулканов на земле. Лава Килауэ уже уничтожила не менее пяти домов в населенном пункте Лейлани Эстейтс. Более тысячи местных жителей эвакуировали из ближайших поселков. Из-за активности Килауэ в регионе произошло около семи землетрясений магнитудой 4,5, а на юге почти 7 баллов. Это сильнейшее землетрясение за последние 43 года. Папа Римский призывает к миру в Центральноафриканской республике и молится за жертв насилия. Понтифик выразил свою близость к народу Африки, где 1 мая неизвестные напали на церковь и убили 15 человек, включая священника. Он также пригласил всех верующих, собравшихся на площади Святого Петра, помолиться за африканскую страну и выразить протест против насилия и убийств. Сегодня весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца. В народе этот день называют Юрьев. В киевском строящемся храме Успения Богородицы прошла литургия. Провел ее предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий. На службу также принесли святую чудотворную икону Почаевской Богоматери. После литургии священнослужители осветили кресты, которые потом подняли на купола храма. На этом месте мы служили божественную литургию. Тут освящені Христи, которые сейчас подняли на купол, на вершину храма, которые являются красотой и храма, и земли, и силой для всех нас. Я всех приветствую с праздником Святой Пасхи Христовой. Приветствую с праздником Святого Великомучника Георгия Победоносца. Божаю всем счастья, здоровья, Божьего благословения. Христос воскрес! Бои воскрес! Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера. До встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова